Здравствуйте и добро пожаловать в новый эпизод штамп-шоу. Меня зовут Вика и сегодня я приглашаю вас в небольшое путешествие Мир Цепелиновой Почты. Теперь вы понимаете, при чем здесь Россия и граф. В третьем эпизоде штамп-шоу мы уже говорили о почте на воздушных шарах. Как и цепелиновая почта, она относится к категории воздушной почты, называемой также аэрофилателии. Как следует из названия, цепелиновая почта отправляется на дирижаблях. Первые полеты такого рода были совершены еще в 1909 году, но только в частном порядке. С 1912 года Делаг, то есть Deutsche Luftschiffahrts AG, начал регулярные перевозки на цепелинах. Самый известный из них – граф Цепелин, также называемый LC-128, и Кенденбург, также называемый LC-129. LC означает «дирижабль Цепелин». Этот вид транспорта стал важным событием в истории почты. Дирижабль граф Цепелин был назван в честь основателя компании Фердинанда графа фон Цепелина. Он вмещал 50 членов экипажа и до 25 пассажиров. Однако путешествие, вероятно, было не самым приятным, поскольку не было отопления. Судно находилось на вооружении компании «Делакс» с 1928 по 1937 год. По общей сложности он совершил 590 рейсов, включая кругосветное путешествие 1928 года, путешествие по Южной Америке 1930 года, полярное путешествие 1931 года и всемирную выставку в Америке 1903 года. Сегодня мы хотим поближе познакомиться с полярным путешествием. Когда 24 июля 1931 года граф Цепелин отправился в полярное путешествие, никто из участников не знал, чего ожидать. Сам основатель компании уже планировал эту экспедицию, но ее так и не удалось осуществить из-за Первой мировой войны. Поэтому командир и приемник Цепелина Хуго Экинар предпринял еще одну попутку в июле 1931 года. План состоял в том, чтобы встретиться с советским ледоколом «Малыгин» в Тихой бухте. Таким образом, плавание было совместным предприятием Германии и России. Экспедиция также должна была внести вклад в исследования климата Антарктиды. Географические, топографические и метеорологические исследования могут быть использованы для изучения ранее неоткрытых районов Северного полюса. Кроме того, Цепелин должен был пройти испытания в арктических условиях. Советский полярный исследователь Рудольф Лазарович Самойлович возглавил научную часть предприятия. Маршрут ввел из Фридрихсхаффена на Буденском озере через Берлин и Ленинград на землю Франции Иосифа, где Цепелин должен был встретиться с советским кораблем-партнером. Помимо 45 членов экипажа на борту находились советский кидрограф Владимир Виза и пионер-дирижаблестроения Умберто Нобиле, совершивший полет над Северным полюсом в 1926 году. 27 июля 1931 года между двумя кораблями произошла решающая встреча. Она длилась всего 15 минут и проходила в Тихой бухте на островах Кукера. Дирижабль приземлился между льдинами. Кребная шлюпка следокова передала графу 120 килограммов почты. После этого он вернулся во Фридрихсхаффен через Новую землю и Ленинград. В общей сложности поездка заняла неделю и покрыла более 10 тысяч километров. Все участники были очень довольны, так как дирижабль оправдал все ожидания и теперь был официально пригоден для Арктики. Как можно представить, для этой экспедиции требовалось много денег. Финансирование было обеспечено за счет почтовых перевозок. Только продажа марок покрывала самые важные расходы. В общей сложности было перевезено более 400 килограммов почты. Здесь представлены специальные марки Советского Союза, выпущенные специально для полярной экспедиции с июля 1931 года. Всего было 4 стоимости – 30 и 35 копеек, 1 и 2 рубля. Кроме цепелина виден ледокол Малыгин. Дины, вероятно, означают эффектную посадку дирижабля. Для создания отсылки к экспедиции на Северный полюс художник-график Иван Иванович Тубасов выбрал мотив белого медведя. Надпись также содержит информацию о назначении марки. В углу самый известный и распространенный символ марксизма-ленинизма – серпий молот. Это еще раз подчеркнуло патриартическую идею полярной экспедиции. Это был наш экскурс в мир аэрофилателии. Если у вас есть вопросы или замечания по теме, просто напишите их в комментариях. И не забудьте поставить лайк на нашем сайте Facebook и Instagram, чтобы быть в курсе событий. Спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз. Пока и ба-бай! Субтитры создавал DimaTorzok